В эфире программа в контексте. Говорим о текущих вопросах работы управления лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя. У нас в гостях начальник отдела охоты этого управления Наталья Викторовна Душинова. Здравствуйте. Наталья Викторовна, в целом какова общая характеристика охотничьего года города Севастополя? Введение охотничьего хозяйства на территории города Севастополя традиционно осуществляется уже более 50 лет. В настоящее время общая площадь охотничьих угодья составляет 58,6 тысяч гектар. Из них закрепленные охотно-угодья составляют площадь 51 тысяча гектар. На этой территории осуществляют свою деятельность 4 охотпользователя. Кроме того, на территории охот-угодий в 2015 году была выделена и оформлена площадь общедоступных охот-угодий, которая составляет 6,9 тысяч гектар. На данной территории контроль и охрану охотничьих ресурсов проводит государственная охотничья инспекция. Какие же меры принимает правительство города для сохранения охотничьих ресурсов, среды их обитания и воспроизводства? В 2015 году из федерального бюджета Российской Федерации были выделены средства в виде субвенции на осуществление переданных полномочий в сфере охотхозяйственной деятельности. Для нашего управления сумма составила 11 миллионов рублей. Данные средства были потрачены на приобретение автотехники, видеотехники, оптической техники. Была закуплена экипировка для сотрудников государственной охотничьей инспекции, что позволяет осуществлять более совершенно наши охранные функции. В частности, сегодня уже при использовании нашего нового оборудования были проведены охранные мероприятия, и задержан нарушитель в области охоты, на территории охоты ГОДИ. 6 февраля Ваше управление провело ежегодную таксацию зверя. У нас есть сюжет о том, как это было. Давайте посмотрим. На кордоне Микенди бежит зверь, кабаны, олени. Для того, чтобы поддержать популяцию вида, прошла ежегодная таксация – приблизительный подсчет популяции охотничьих животных. Статистика велась под надзором Управления лесного и охотничьего хозяйства Севастополя при участии охотпользователей и охотников-любителей. Участники таксации разделились на две группы – загонщики и учетчики. Загонщики с шумовым прогоном направляли зверя в сторону так называемых номеров, где учетчики старались как можно быстрее посчитать животных. В этот раз на Микенди было зафиксировано значительное количество оленей и кабанов. Таксация была и приведена силами нашего самохода и хозяйства. Первый уже загон и показал, что зверя и предостаточно. Все поснимали, все зафиксировали. По итогам общей таксации на всех кордонах Севастополя будет принято решение, сколько охотничьих лицензий будет выдано к следующему сезону. По словам охотников, из-за низкой численности популяции в одно время был запрещен отстрел кабана. В этом году зверей обещает быть много, что непременно порадует любители охотничьего ремесла. Александр Тимофеев, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». Давайте подробнее поговорим об учете охотничьих ресурсов в наступившем 2016 году. Данный учет был проведен в рамках государственного мониторинга объектов животного мира на территории города Севастополя. И предназначен для подсчета численности, главным образом, копытных животных – это олень, кабан и косуля. На этих выходных, то есть 21 числа, будет проведена таксация пушных животных, планируется, на полевых угодьях. Общая учетная площадь составила 11 тысяч гектаров, что составляет 30% от всей площади охот угодий. В результате таксации получено следующее количество животных. Это олень – 511 особей, кабан – 451, и косуля – 667 особей. А какие мероприятия проводились по предупреждению возникновения африканской чумы свиней в дикой среде? С целью предупреждения возникновения и распространения данного заболевания в дикой среде управлением лесного хозяйства было принято решение о проведении мероприятий по регулированию численности кабана. Было запланировано к отстрелу 250 голов кабана, что позволило снизить максимальную численность, которая наблюдалась в некоторых хозяйствах у охот-пользователей. На сегодня добыто 130 голов, в отстреле участвуют также представители управления ветеринарией города Севастополя, которые отбирают патологический материал от каждой добытой особи, осуществляют лабораторные исследования. На сегодня все результаты отрицательные. А какие же планы управления лесного и охотничьего хозяйства на 2016 год? Основное мероприятие, которое мы планируем провести в 2016 году, это проведение территориального охотустройства с разработкой схемы размещения и использования охраны охотничьих угодий. То есть установлением четких границ охотхозяйств, общедоступных охотугодий и планированием рационального использования охотничьих ресурсов на территории охотугодий. В этом году у двух охотпользователей заканчивается срок пользования угодиями. В связи с этим, что будет с общедоступными охотугодиями? В настоящее время разрабатывается федеральный закон о правовом регулировании отношений в области охоты на территории города Севастополя. И этим законом будут предусмотрены нормы, по которым охотпользователи, у которых на данный момент заканчивается срок пользования охотугодиями, как они в дальнейшем смогут продолжить свою деятельность. Согласно нормам федерального закона 209 об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, площадь общедоступных охотничьих угодий должна составлять не менее 20% от всей территории. На данный момент она составляет всего лишь 11%. Поэтому мы думаем, что при организации территориального охотустройства мы уже более детально подойдем к этому вопросу и будем смотреть варианты возможного расширения наших общедоступных угодий. Общедоступные угодья позволяют охотникам, родовым охотникам охотиться на этой территории, приобретая разрешение нашего управления по государственной цене. То есть это порядка 650 рублей. Это преимущественно в том, что у коммерческих организаций цена гораздо выше. Поэтому рядовые охотники со средним, скажем, заработком могут более... А цена эта будет увеличиваться или она останется прежде? Она фиксирована, как бы, не думаю. А где можно будет узнать рядовым охотникам о состоянии тел? Охотники могут обращаться к нам в управление лесного и охотничьего хозяйства города Севастополя, Новикова, 60А. То есть по всем вопросам... У вас нет телефона? Есть, 63-61. Ну вот зрители будут знать. Если вернуться к теме таксации, вот сейчас мы видим зимний период, она проводится. Летом такие мероприятия осуществляются или все-таки это... Ну это круглогодичное мероприятие. Данная таксация относится к зимним учетам. Есть и весенние, и летние, и осенние. То есть для каждого вида более... А какие животные там... Для какого периода какие животные характери? Ну вот данная таксация была предназначена для учета копытных животных. То есть это более полный материал получается при проведении учета зимой. Весенние учеты это, допустим, учет фазана на таку. Будет конец апреля, начало мая. Летние учеты это полевой дичи при использовании охотничьих собак. Осенний учет в сентябре учет оленя на реву. Основные виды животных... В правовом анализе. А из какого время это займет, когда он выйдет на обсуждение? А основные... Есть у него какая-то уникальность? Какие-то основные моменты именно характерные, которые помогут региону? Этим законом будет предусмотрено... Ну порядок... Ну не порядок, а особенности ведения охотничьего хозяйства на нашей территории. В данном случае пока детально не могу сказать. Ну когда он уже будет принят, тогда можно будет с ним ознакомиться. Время нашей передачи подходит к концу. Спасибо вам за актуальную информацию. Эфир информационного канала Севастополя продолжается. Я желаю вам всего доброго. Оставайтесь с нами. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова